Какие симптомы потопа? В Израиле, потому что мы имеем очень хорошую концентрацию фруктов, мы собираемся только раз. Все фрукты. В условиях Израиля, когда у них очень большая концентрация закладки плодов, то, что мы говорили, когда есть пчелы, когда они вносятся в нужное время, когда они вовремя убираются, концентрация закладки очень компактная. Они производят уборку за один раз. В ваших условиях, я рекомендую, 2-3 раза в сезоне. Что касается наших условий, пока что нам не удается обеспечить хорошую компактность и концентрацию, мы советуем проводить уборку за 2-3 раза. В каждой фрукте у нас два основных размеров, которые нужно посмотреть. Один из них – это маленькие линии, в стороне контакта. Я виновник. Все. 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 В основном, в принципе, мы все это знаем. Признаки готовности арбуза к уборке – это когда листик, чашелист, тогда он должен быть полностью сухим, и усик тоже должен быть полностью сухим. Потому что, значит, это интересно, что задомы изменятся разные разные варианты! У разных гибридов созревание будет отличаться, потому что региотационный период у каждого свой. Я знаю, что вы ищете наиболее ранние гибриды, чем можно раньше собрать урожай и попасть в хорошую цену, но для этого вам нужно попробовать разные продукты, чтобы лично определить, какой из них будет вам больше всего подходимым. Вредитель номер один – это трипс. Трипс – это не вектор вируса в ватер-мелоне. Это вирус для помидоров, это вектор для овен, но не мелон или ватер-мелон. Надо понимать, что в отличие от помидоров, такой пример просто приводит, трипс не переносит вирусов на арбузах и дынь. На помидорах он переносит три-четыре вида вируса. На арбузе и дыне трипс не является вектором переносчиком вируса. Но вы понимаете, что требуется, что трипс не переносит от пыльных цветов. Для этого требуется пыльных цветов. Для этого требуется бороться. Но главный вред трипса происходит в момент цветения, потому что трипсы питаются пыльцом с цветочком. Следующий вредитель – тля. Тля является переносчиком вирусных заболеваний как на дыне, так и на арбузах. И также, когда мы манчиваем, мы манчиваем с зелёным цветом в последней сезоне. Мы манчиваем с зелёным цветом, чтобы избежать зелёный цвет. Не трипс, а трипс – это другой цвет. Во-первых, мы уже упоминали это в начале, если мы используем мульчу жёлтого цвета, то таким образом мы можем минимизировать либо уменьшить негативные эффекты в белокрылке. В основном, вредитель белокрылки, в основном, в последней сезоне, не в первой сезоне, в последней сезоне, в конце жюляра, августа, септембря. В этом случае, вредитель белокрылки будут цветы белокрылки, и также фрукты будут меньше эффективны. Основной вред белокрылки, он немножко позже в сезоне проявляется, это июля уже. Поэтому, как раз, если есть на каких-то полях вредоносит белокрылка, то стоит жёлтую ночь. Красный клещ, это является сном, одним из самых главных и предоносных, которые поражают как дыни, так и арбузы. Супки, но мы все знаем, как они поражают, они объедают верхние покрова плодов. Понятно, они уже повреждённые и товарные виды теряют. В общем, что их основная воздействие? Полная воздействие, это на новом пыль. В пыль и в которых в сезоне фрукты, можно производить второй заменки оттечников в пыль. И первый заменку оттечников, это первый смартковый из пыль. В конце сезона потребуется 4-5 раз для спрей. Когда начнется? В первой флорке появляется в первой флорке. На бессемянных арбузах одно из самых предоносных заболеваний является мучнистая роса. За сезон в среднем производится 3-4 обработки против мучнистой росы. И начинают их проводить с цветения первого цветочка. Первая обработка – это начало цветения. А чем обрабатывают? Это белый налет. Воду июй смотрит на пакет. Воду июй смотрит на пакет. Это байфидан, систан, офир. Есть много. Но основная вещь – это не использовать самую фунгицидуру. Сегодня один фунгицид, а следующий фунгицид – это другой. В принципе, у них там свои названия этих фунгицидов. Но, насколько мне известно, там достаточно неплохой ряд продуктов у нас в Украине есть. Это можно на химических компаниях обратиться и посоветовать. Единственным условием есть не обрабатывать два раза подряд. Я думаю, это касается как фунгицидов, так и инсектицидов. Не обрабатывать два раза подряд. Вы имеете в виду одни препараты? Даже не то, что одни препараты, с одной химической группой ДВР. Но первый спрей – это главный. Это главный заболевый в Украине. Даже если у вас там в уходе сезона не получается 3-4 раза обработать, вот самое главное является вот эта первая обработка при начале сетей. Это самое главное. То есть любым препаратом вот мучнистой осы. Против мучки. Также, после мучнистой осы два тоже опасных заболевания – это альтернариоз и переностороз. Оба заболевания больше всего проявляются при высокой влажности. Окей? Фузариум. Фузариум – это главный проблем в сезоне сезона. Это фузариум для водоохранения. Для этого я попросил ротацию 1-3 или 5 лет. Не возвращайся на то же самое плотное, на то же самое время, предпочтение 4 лет. Основным почвенным заболеванием является, конечно же, фузариум. Как мы уже вначале упоминали, самым эффективным способом борьбы является осевооборот. Если вы уже знаете, что у вас есть фузариум в почве, вам нужно уже применять капельное. Что дают и что дают? Джош, вы примените что-то против фузариум? Нет. Нет. Это не помогает. Это не помогает. Это не помогает. Извините.